Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, добрый вечер, Артем Олегович. Здравствуй, я закрою комментарий, чтобы у вас... Меня слышали, нормально? Да, 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 прекрасно, хорошая информация. Мне 24 года, я из города Сочи. У меня такой вопрос. У меня нет уверенности в себе. При том, что как бы нет к себе каких-то претензий, или там что-то хотелось бы в себе изменить, или, я не знаю, чем-то недовольна по отношению к себе. Такого нет. За всю свою жизнь, в принципе, никогда никто ничего не говорил такого, что что-то во мне не так. Но вот это чувство, наоборот, всегда говорили, всегда делали комплименты, всегда хорошее было отношение ко мне. Но внутри как бы во мне есть чувство, что я недостойна. Чего? Ну, что я чем-то хуже других. Хотя головой понимаю, что вот, ну, ничем, как бы, ну, вроде как бы и с умом, и все при мне, ну, не знаю, в общем. И, ну, это чувство, то, что я недостойна, что я чем-то хуже, что другие лучше меня, вот это есть. Там, что я мужу не нужна. А почему-то вот в голове мысль у меня, хотя я как-то вот у меня на той неделе был такой момент, то, что я думаю, вот я ему не нужна. Ну, хотя он мне всегда говорит, что нужна, что любит. И я думаю, вот если бы он мне что-нибудь там подарил, допустим, или что-то сказал бы какие-то приятные слова, я бы почувствовала, что я ему нужна. Тут он мне сделал подарок, через буквально два дня сделал подарок, о котором я мечтала три года. И я ловлю себя на мысли, что от этого я не чувствую. Что он подарил? Часы. Ну, дорогие часы, я мечтала о них. Ну, какие дорогие? Что за эксклюзивная марка? Бальман. Да, правильно? Да. Вот. Из такой компании, да? Да, вот. И я ловлю себя на мысли, что от этого я не чувствую, что я ему нужна. То есть это чувство ненужности во мне получается. Вот. И, не знаю, такое ощущение, что два, ну, разных человека. То есть вот эти чувства... А он сам эту модель, ну, выбрал фирму? Либо вы хотели просто какие-то часы? Нет, нет, я именно конкретно эти хотела часы, да. Вот. Мне они нравились, именно там одна конкретная модель, и вот он мне их подарил. Ну, мы пошли вместе, он мне их купил. Вот. И, то есть у меня, когда ребенок родился, я в первый день буквально, на второй, ой, у меня ребенок, ну, первую ночь вроде нормально поспал, на вторую ночь начала она плакать. Видимо, ну, я на тот момент не понимала, что, видимо, она недоедала, и надо было подкармливать смесь. Я плакала, у меня было такое чувство вины внутри меня, ну, что я вот, ребенок плачет, а я с ней вместе плачу, и у меня вот это чувство вины, и до сих пор оно бывает присутствует, если, допустим, я ругаю, ну, там, поругаю ее, скажу там что-то, потом я испытываю чувство вины за это. Вот. Там бабушка бывает, ну, моя бабушка мне часто там помогает, бывает там, дает деньги, еще что-то. А у меня такое чувство, что вот, ну, она мне дала, что я либо тоже что-то должна в ответ, либо почему она мне дает то, что недостойно, видимо. Ну, на кого это похоже, Аня, из ваших родственников? Кого это взяли? Ну, такое, что вот я недостойно ничего. Я даже не знаю. Кто так чувствует тоже себя, кто так себя проявляет, что ничего недостойно? Папа? Скромно я ее. Не знаю, кто вы, лучше знаете, пока я не смотрел. Ну, наверное, папа, наверное. Ну, вот он... Что-то мне сейчас так резко, сложно, я даже не ожидала. Почему-то мне в голову лезет, что папа. Как он себя ведет, папа? Ой, папа, все круглые виноваты. Не знаю, вообще папа по отношению к нам, к детям очень, у меня замечательный папа, по отношению к нам он всегда относился хорошо, все для нас, как бы. Но единственное, из того, что я вот это вот все время, ну, сейчас у меня в голове возникает, то, что папа всегда очень требователен был ко мне, в плане того, что вот я даже работала. Ну, я с 14 лет, у меня открыта трудовая книжка, я как бы работала. И в 18 лет я устроилась, в Сбербанке работала, ночные смены были. Я после ночи приходила, и мне папа мог там, ну, сказать, вот, что я ничего не делаю. Ну, как бы мне казалось, что я работаю, я помогаю, а мне папа все равно говорил, что я ничего не делаю, типа я бездельница. Я, при этом, ну, как бы, брату моему, он говорил, можешь сидеть дома, не надо работать, типа я тебе эти деньги дам, ну, типа можешь не работать. И вот мне казалось, что вот мы, женщины, должны, а мужчины, ну, как бы, вот как-то так получается, что дочка... Зачем мы пошли в 14 лет работать? В 14 лет у нас, ну, что в школе, там, типа, трудовую книжку открыть, и там первые два месяца работаешь по 4 часа в день. Ну, вот, я работала, вот, папа работал в санатории, и там на этот, садовнике, там постригали кусты мы, ну, вот, школьниками, что там нам много не доверялись. Кусты постригать, листья собирать, вот такое. Зачем? Чтобы зарабатывать деньги. Зачем вам деньги? Чтобы зарабатывать свои деньги. Зачем вам деньги? Знаете, сейчас, наверное, я понимаю, чтобы доказать, наверное, что я достойна. Ну, вот это я сейчас... Зачем девочке в 14 лет идти работать? Вот объясните мне. Вообще это была идея? Мамина или папина? Нет, вообще никто никогда не принуждал. Зачем вам идти работать? Зачем вам деньги в 14 лет? Если может папа дать или мама дать? Или бабушка может дать? Что вы меня любили? Зачем вас должны любить таким извращенным способом? Извините. Все нормально. Это глюк. Мы его должны достать. Чтобы вы поняли, что вами манипулируют чувства, которые вам мешают. Зачем мне надо было в 14 лет работать, чтобы что? Зачем мне деньги в 14 лет? Наверное, мне не деньги нужны были. А что? Получается. Что? Кто меня должен похвалить за то, что я пошла работать? Кто меня недолюбил? Как он свою нелюбовь к вам проявлял, которую вы хотели преодолеть путем того, что вы идете и начинали в 14 лет себя загонять? Что там за история была? Как я это чувствую, что он делал? Или он ничего не делал? Да нет. Честно говоря, я никогда не могла подумать, что папа никогда ко мне плохо не относился. Ну вот я что-то чувствую, что меня заставляло идти работать, зарабатывать деньги, хотя мне в принципе они особо-то сильно не нужны были. Но родители не содержали. Да. Что это за чувство? Вот как я его ощущаю? Мне 14 лет, мне надо идти работать. Вот у меня все время то, что доказать, вот это. Как я это чувствую? У меня сейчас какая-то чуть-чуть злоба появляется внутри тела. Где эта злоба сидит? Вот здесь. В горле, да? Нет, вот груди. Поймать это ощущение вот этой злобы. Поймали ее, да? Скажите, мне 10 лет. Есть это ощущение в теле? Да. Мне 5 лет. Есть это ощущение в теле? Да. Мне 1 год. Есть это ощущение в теле? Да, как будто даже сильнее стало злиться. Не 1 месяц я в животе у мамы. Как ощущение? Меньше. Сколько процентов осталось? 40. 40. Не 1 день я в животе у мамы. Как ощущение? Все хорошо. Пропало, да? Что такого в 1 месяц беременности возникло у мамы? У жизни мамы, когда это ощущение у вас появилось? Что я чувствую? У меня 1 месяц? Мама, видимо, узнает, что она беременна и что в этом момент происходит? Что происходит в моей жизни в связи с этим ощущение? Говорит то, что приходит. Слышит, что я не нужна. То есть, кто? Мама слышит, что она не нужна? Или беременность вами не нужна, и мама говорит отцу? Папа, кто заставляет маму сделать аборт? Что чувствуете? Нет, я знала, что папа был рад. Почему не нужнасть? С чем связано? Может, из-за того, что я знаю, мне это приходит на ум, но почему-то то, что бабушка, папина мама. Мама. Ну, маме говорит, типа, что я не нужна. Ну, то, что не хотела, может. То есть, ваша бабушка говорит, пожалуйста, вашей маме, что беременность не нужна? Да. Что? Мама просто здесь. Мама смотрит. Мама не хотела? Не готов? Не хотела. Он как бы не сейчас. Не сейчас. Мама говорит, что он говорил, что не сейчас. Потому что мне по-другому говорила. Не сейчас. А бабушка что говорила? Бабушка, ну, как мне мама говорила, что она ни меня, ни брата не хотела. Мне брат еще младший есть. Она, ну, говорила, что типа... А вы старшая, да? Да, я старшая. Я первая. Ну, мамой первой. Ну, как у вас с бабушкой отношения после вашего рождения? Что вы помните здесь? С бабушкой, ну, хорошо. Единственное, бабушка всегда мне, ну, вот из того, что это, в принципе, хорошо, но она всегда мне говорила, что там, вот, допустим, я же приходила к ней с распущенными волосами, она мне говорила, ой, тебе лучше, ой, точнее, я с собранными приходила, тебе лучше распущенный, ой, тебе там лучше, меня чуть-чуть трясет, тебе там лучше, если тебе сделать челку, тебе лучше, если вот так, тебе... А я никогда не слушала. Я как бы всегда, ну, у меня было свое мнение, и ей это не нравилось, как бы, что типа вот я не прислушиваюсь к ней, вот, типа, что вот я тебе говорю, как лучше, типа, а ты мне не слушаешь. Ну, ей это не очень нравилось. Вот. А так, сейчас так сложилось, что мой папа не общается с ней, ну, с бабушкой, вот, и как бы, ну, ну, так получилось то, что у папы есть старшая сестра, родная, они родные, а бабушка выходила второй раз замуж, вот, ну, с двумя, получается, одними, с моей папой и с моей тетей. И вот от этого, от второго мужа родила еще дочку, вот, и я этого дедушку знаю, тот родной дед, получается, по папе, он умер, когда ему было 33 года, по-моему, если не ошибаюсь, в аварию попал, вот, я его никогда не видела. А вот этот дед у нас вырастил, получается, папин отчим, ну, как бы, мы с ним общались, я его знаю, вот, и так получилось, что там, она все, ну, квартиру, мой папа до 35 лет не женился, но бабушка не давала, говорила ему, типа, живи с нами, не надо тебе жениться, типа, чтобы, ну, квартиру получить, там, в трех комнатах, и она вообще его при себе держала, как бы, вот. Вот, а потом папа, получается, не женился, сестры вышли замуж, все уже у всех дети, в итоге, вот, мой папа женился, ну, на моей маме, и сейчас, вот, спустя время, этот, ну, квартиру, короче, все отдали той сестре, которая, ну, первая, вот, за раздела, в общем, да. А, и, а мой папа, ну, как бы, ну, обижен тем, что он не женился столько времени, в итоге, короче, ему ничего не делали. Что его морально поимели? Да, то, что он столько времени, он говорит, у них уже дети, уже внуки, а у меня еще маленькие дети, как бы, ну, на тот момент были несовершеннолетними, и в итоге он остался... Слушайте, может, и хорошо. Ну, наверное, может. Вот, поэтому, вот так вот, и они не общаются теперь. Хорошо, давайте с этим поработаем, в общем-то, ситуация понятна, да, неприятие со стороны бабушки, и ваш папа точно под ее влиянием находился, но то, что вы сейчас говорили, это просто все подтверждает, и вы это ощущение запомнили, поэтому и хоть хочется все время папу завоевать, что прими меня, дорогой, то есть, чтобы род отца вас бы принял, то есть, вроде бы отец вас принял, но внутри он другое чувство. Ну, да, у него своего отца, получается, я уже сейчас, будучи разбираясь в этом все, он и своего отца не принимает, потому что бабушка ему кучу всего наговорила про того отца, но папа был маленький, а она ему наговорила кучу всего, и он вот этими, то, что она наговорила, этим и живет, обидой на отца. Внушением. Да, вот этим внушением, и, следовательно, сейчас он себя, как бы, чувствует тоже брошенным, что ли, ну, вот как-то, ну, вот связь у них, видимо, какая-то непрерывная, в общем, сепарация. Хорошо, а образ, фотку дедушки помните? Папиного отца родного, да, помню, из-за того, по фотографии. Ну, вот представьте его, да, он перед вами стоит, дедушка. Я не раз представляю, да. Скажите, что вы его любите? Дедушка. Да, и он вам говорит, да, и он вам говорит, что он вас тоже любит. Вот, потом представляете бабушку, папину. Вы говорите, что вы ее любите. Бабушка, я тебя люблю. Да, и она вам говорит в ответ. Так, теперь папу, представляете, он прямо перед ними стоит и ближе к вам. Как ощущения? Светло. Светло. Так, они меня принимают? Да. Почему-то мне в голову приходит, что особенно дедушка. Угу. Ну, видимо, много от него унаследовали, да, и это, знаете, как бы, такой отщепенец был в вашей родовой системе, о котором не принято было говорить, и он плохой. Типа, у него не очень. При этом мы с его родственниками все общаемся с его. Вот, получается, папа мой общается со своими братьями и дядями, получается, вот этого, ну, получается, родного отца своего. Очень хорошо общаются, хорошие отношения. Вот, мне даже, я после замужества, когда я была беременная, мне почему-то все время, я оборачивалась у себя дома на кухне, ну, уже там мы уже жили, что мой дедушка, у меня было, я маме даже звонила, говорю, мама, у меня такое ощущение, что дедушка мой присутствует здесь. Я его никогда, ну, вот, видела только по фотографии, но он мне давал, вот, какое-то чувство силы, я чувствовала, я даже помню, плакала, этот, я очень хотела поехать, вот, в Грузию, там, к нему, на кладбище, он там похоронен. Вот, и вот эта, ну, связь с дедом, мне, видимо, ну, как-то вот нужна, ну, вот, пойти хотя бы на кладбище к нему сходить. Так, ну, представьте, что вы идете к нему на кладбище, у вас связь усиливается, она существует, это вне всякого сомнения, это не требует доказательств, как ощущения? Хорошо. Что вы чувствуете в этот момент? Силу. Уверенность. Вот вспомните теперь себя в 14 лет. Хочется идти работать? Нет. Ну, то есть, понимаете, вот эти вот семейные родовые игры, да, в которые вас вовлекли, вот они и требуют компенсации или жертву, когда вы пытаетесь завоевывать любовь, а это, на самом деле, проблема не между вами и папой, это проблема между, так сказать, его матерью, да, и вашей. Ну, вот эти все игрищи определенные, потому что ваш папа был любименький сынок-игрушка для развлечений со всеми страхами. То есть, бабушка-то ваша неплохая, она просто ввелась так, как она чувствовала, что лучше бы для него или и так далее, да, но это манипулирование, безусловно. И вы просто это, то, что называется, зачерпнули этих впечатлений в глубоком детстве, и они вами манипулировали. Поэтому вы все время завоевывали свое право жить на этой земле, чтобы на вас обратили внимание, чтобы вам все удалили и так далее. А вот эта боль, она была абсолютно не ваша. Да, я чувствовала, что это не мое, потому что иногда, ну, вот, грубо говоря, когда я адекватно всем это, я себя чувствую уверенно и все. Но иногда меня захлестывает просто это, ну, я даже это не контролирую, как получается, что вот это чувство неуверенности идет. Вот, я вот даже, мама говорит, допустим, брата младшего, у нас 5 лет разница, брата младшего, она говорит, я была очень рада, то, что он родился. А потом началось, может, это подростковый возраст, но что его больше любят, чем меня. А вот ваш дедушка, он чем, он виноделием не увлекался? Я не знаю, может быть, он... Есть радость виноделу? Папа мой иногда виноделает. Ну, не иногда ли, сезонами не так много, конечно, но делает. Честно, я не знаю, ну, может быть, потому что до нее в Абхазии жили, и в Грузии, возможно, как бы, это точно не знаю насчет виноделия. Ну, тема может вам зайти хорошо, есть в генетике у вас тяга к этому. Да? А я, между прочим, вообще не пью, и алкоголь вообще не переношу. А это не надо пить, это просто вы делаете. Многие люди делают что-то, они обязательно не это употребляют. Некоторые люди там собирают какие-то автомобили, но они на них не ездят, понимаете, да. Что-то делают, но этим не пьют. У меня вообще, знаете, я тоже хотела сказать почему-то, за все, что я не берусь, у меня все получается. И при этом и окружающие оценивают положительно. Но как только начинают делать, люди начинают оценивать, допустим, ну, да, говорит, у Ани молодец, там, допустим, хорошо, фотографируешь, там, нет. Мне это начинает, ну, все, уже становится неинтересно. Я берусь за что-то опять новое. Опять это дело, опять у меня получается. Потом, ну, мне опять надоедать. То есть нету такого, что я бы начала и вот вела бы это, вот как у людей. Это травма непризнанности, как правило, да. То есть вас не приняла бабушка, это все вот это ощущалось. И поэтому, как только вас начинают признавать, вам начинает быть некомфортно, потому что это не свяжется с вашей личной историей. И перинатальные травмы очень часто так и проявляются. Ну, перинатальные, когда вот личности еще нет, но ребенок уже есть. И вот он не имеет, типа, он не принят до конца. И поэтому, когда вас принимают и молодец, все, вам хочется сразу от этого убежать, поскольку внутри вас есть противодействие, сопротивление этой... Да, у меня блок какой-то встает, и я не хочу больше этим заниматься. Ну, вот с чем последним вы занимались? Ой, сейчас... Увлеченные, что бросили? Ну, вот я сначала начинала делать... Ну, вот вообще я сначала мечтала быть парикмахером. Потом я поняла, что мне это не нравится, вот, ну, как-то... Ну, то, что вот даже пачкаешься, все, все равно с волосы. Нет. Потом, в общем, я дошла до бровей, бровистом. Потом... Сейчас я занималась фотографией. Думала, ну, фотографировать. Всю жизнь детства любила фотографировать. Но потом что-то вот мне не нравится, что, получается, мне оплачивают. Потом я, получается, вот это еще должна... Вот это чувство, что я должна обработать еще фотографии. Мне уже заплатили, мне уже не хочется ничего делать. А тут, получается, я еще должна, чтобы отдать фотографии. Потом этот... Ну, и вот так получается. То фотографии, то это, то то. Все получается. Потом я хотела свое дело, вообще кофейню свою. Ну, я не знаю, я просто уже боюсь, что я опять начну, и на полпути, когда у меня начнет получаться, я все опять брошу. Психология мне очень нравится, я вот в силу своих знаний все равно интересуюсь, много психосоматикой изучаю, и сама всегда лечу, слава Богу, благодаря психосоматике ребенок здоровый. Я, ну, люди у меня спрашивают, интересуются, я помогаю подружкам, многим, как бы, мне тоже благодарят, там, ну, этот, ну, тоже, не знаю, в общем, вот все-все-все, по чуть-чуть получается, ну, куда, на что направить взгляд, цель такого, я не знаю уже, что можно вообще, вот. Скажите, а супруг чем занимается? Строительством. Что, сам руками строит, а ли у нее фирма строительная? Нет, нету строительной фирмы, он сам строит, как бы, сам строитель, вот, сваркой занимается, строительством занимается, машина хорошо разбирается, ну, вот, я хотела как-то, чтобы он, этот, ну, он пошел, это его, он в этом очень хорошо соображает, строит дома, в общем, пока работает на фирму, не сам. Ну, я надеюсь, я верю в то, что он... Вырастет. Да, вырастет. Ну, опыта наберется в этом деле, да, и потом поймет, что захочется большего, знать, как, у него, знаете, не закрыт файл общения с заказчиками, это очень важно в строительном бизнесе, если ты понимаешь, как общаться с заказчиками, что они хотят, уметь согласовать заранее и выстроить организационный процесс, разбирать строительство, это очень важный, ключевой момент для того, чтобы бизнес начало строительно расти. То есть, он в своем росте. Да, в своем росте все хорошо, но просто нужно еще поднабраться опыта, вам надо подождать какое-то время, да, и вперед. Вот, а то, что касается вас, вы действительно очень трудолюбивый человек, и за что бы не взялись, у вас все действительно будет получаться, но надо, чтобы работа, она, знаете, как бы сама даже летала. Вот у вас такое чувство, когда появится, вам будет еще легко работать. То есть, как будто она, знаете, как будто не вы ее вращаете, она сама вращается вокруг вас. И это еще легче будет происходить. Поэтому тут могут быть различные варианты, которые откроются. Мне пришел образ виноделия, но это скорее предки у вас занимались по отцовской линии, туда, вот, где, вот, что-то, чем-то он был с этим связан. Это не обязательно то, чем вам надо заниматься, не обязательно. Ну, то, чем вы будете легко жонглировать, то, что называется, да, чтобы это легко спорить. И это не психология, в чистом виде, я не вижу вас психологом. Скорее, вам психология нужна для того, чтобы людей объединять и организовывать их работу. Чтобы понимать, подбирать людей в коллектив, чтобы они вот совпадали друг с другом, и они были конкурентны и легко между собой ладили. И вот за счет этого свойства, а вы умеете это делать, можете людей комбинировать так, что им вот они будут очень производительны, когда они будут вместе контактировать. То есть вы командно образующий человек, способный вот эти коллективы собирать. Тогда вот это свойство менеджмента, да, я бы сказал, бы даже, если у вас чисто психологиям интересно, вам HR надо идти. То есть там, где получаете образование, как собирать команды людей, кого нанимать на работу, как его вставлять в команду, да, и вы будете находить то, что называется алмазы и делать их бриллиантами. Вот в людях это можете развивать. Вот это вам будет область интересная, команда образования, и, пожалуйста, любой там средний, малый бизнес тоже можно вести. Потому что вам нравится людей организовать. Да, ну то есть как бы руководитель, ну как бы сам на себя, да, получается? Да, руководитель. И главное вот эту вот атмосферу создавать. Рабочую атмосферу, когда люди увлечены своей работой, и вы из них лучшее все самое, ну, достаете, и они сами даже не ожидают себя, дают хороший результат. А вот это у вас очень хорошо будет получаться. А, допустим, бизнес в кофейне бы пошел мне? Какой именно? Ну вот если бы открыть свою кофейню, да пошел бы, только не вы за прилавком должны стоять, а кто-то. Нет, нет, да, да, да. Я говорю, любое команда образования, любая такая движуха, куда люди приходят, вот они обменяются, клиент-ориентированная работа, вам любая подойдет. Любой бизнес. То есть вы можете сейчас кофейну, потом еще что-то открыть, еще что-то открыть. Потому что у вас вот этот навык есть, вы чувствуете людей хорошо, и вы понимаете, как из них достать их навыки, компетенции. Вы энергетику их чувствуете и понимаете, насколько они производительны. Поэтому то, что с одной стороны вас тянуло работать в 14 лет, это не только связано с тем, что вот эти вот попытки завоевать любовь папы, но еще ваше индивидуальное, что вы трудолюбивый человек, и в трудолюбии в других можете открывать. Вы понимаете, что такое работать и что такое вкладываться во что-то. Вы имеете правильные к себе требования в этом вопросе, и хотя немножко ленитесь, а на самом деле вам нужно это свойство в других открывать. И тогда вас это окрыли сильно. И это даже за счет того, что вы свой бизнес можете открыть. Какая-то тема пришла, видите, что ниши есть, место хорошее, кофейна будет прекрасно работать. Берете и делаете. Можете другой какой-то бизнес открыть. Опять же, где люди вовлекаются, небольшой коллектив, 10-15 человек. Они делают какое-то дело, и вы расставляете их, настраиваете, и получаете это удовольствие. И вот это у вас пойдет. Хорошо. Спасибо большое. Вот так, конечно. Как самочувствие? Ой, отлично вообще. Солнечное. Прекрасно. Тогда пожелаем вам удачи. Спасибо большое. Спасибо огромное. Всего доброго вам. Счастливого. Счастливого. Счастливого.